С Новым Годом! Благодарю вас за то, что поддержите канал материально, за то, что пишете комментарии, за то, что ставите лайки. В общем, за всё, за всё, за всё благодарю. И обращаю внимание на плейлисты, конечно, потому что каждый день я читаю в комментариях просьбы показать ту или иную пластинку. Посмотрите сначала на то, что уже есть. Вдруг вы там какую-то самую любимую свою пластинку обнаружите. Ну, а если не обнаружите, тогда я по мере возможности покажу, расскажу, если эта пластинка есть у меня дома. Только я специально не побегу покупать ничего. И брать тоже специальную коню воду. У меня есть такая особенность, что я ненавижу брать чужие пластинки домой и их слушать. Так же, как и книги. Либо я покупаю и ставлю себе на полку, либо я просто не беру ни у кого. Соответственно, я сам никому не даю. Могу подарить. А так вот на время я не люблю. Ну, не знаю, такой человек. Очень много людей просят переключиться с известных групп на неизвестные. Хочу вас расстроить, потому что сделать это невозможно. В силу того, что у нас имеется интернет, пока что еще. Благодаря которому можно любую неизвестную группу увидеть, услышать и сделать ее известной. Чем я и занимаюсь. Кстати говоря, иногда. Поэтому неизвестных групп я не знаю. Они все, в общем, уже те, кто выпускали пластинки когда-либо. Их все можно найти, услышать, повертеть в руках, обсудить и прочее. Очень мало групп таких, которые действительно редкости какие-то неизвестные. И они есть, но их не так уж и много. Ну вот, одна из известных, неизвестных групп. Наверняка многие уже скажут, ну, господи, веб. Мы же сто раз уже ее слушали и мнение свое высказывали. Британская группа, веб, сеть. То есть, да, мы все знаем, что такое веб. Вот эта пластинка, она мне, как сказать, она мне нравится, да, безусловно. Иначе бы ее у меня не было дома. Но она интересна для меня тем, что, на мой взгляд, это одна из самых омерзительных обложек, которые я видел только в своей жизни. А видел я достаточно много. Одна из, если не самая омерзительная. Ну, это мое личное восприятие. Хотя, казалось бы, что здесь такого, да. Это курица в перьях, в какой-то шерсти даже, которая вместо головы, у которой человеческая рука, да. Вроде бы, как бы и ничего. Но это такая цветовая гамма. И так это исполнено, что меня вызывает физическое отвращение. Равно как и вот этот кролик с обратной стороны. Тоже какое-то просто неприятие на физиологическом уровне. Совсем. Хотя музыка очень хорошая. Британская. При этом вот эти бравые музыканты, бравые парни. Вообще, эта собачка еще ублюдочная совсем. В общем, чудовищная, чудовищная, конечно, картинка. Кто это придумал, я не знаю. Какой мастер изобразительного искусства. 1970 год. Так вот, Веб. Группа с большой и интересной историей. Хотя по времени эта история не растянута. Но история достаточно такая серьезная. Потому что первая пластинка вышла в 1968 году. Вот эта самая Веб. Называется она «Фулли Антерлокен». И состав почти не изменился. За исключением того, что здесь вот черный вокалист. Черный вокалист, который зовут Джон Эл Уотсон. Очень хороший певец. Очень хороший певец с голосом таким... Ему бы соул петь. Вот это просто... Чем он потом и занимался после ухода из Веб. Записав две пластинки с ними. Очень мощный голос. Многим не нравится. А многие в восторге, наоборот, от него. Но это такая специфика черных соул певцов. Мощнейший. При этом группа-то британская. И играли они в ту пору, в 68-м году. Такой, как сказать, солнечный поп-психоделический джаз-блюз-рок. Очень интересный на самом деле. Музыка, с одной стороны, плотная, с духовыми, с этим вокалистом крутейшим. Английская. Но с налетом американской, вот этой вот солнечной психоделее, там, 67-68 года, Сан-Франциско. Вот это все присутствует. Очень интересно. Местами похоже на Заппу. Чуть-чуть иногда. Но гораздо все строже. Потому что это Англия, это построже. Это конкретные мелодии, конкретные такие плотные атаки. Особенно в первые вещи. Вот это City of Darkness. Плотная, мощная, джаз-роковая такая... Атака, повторюсь. И дальше слушать очень интересно. Все разнообразно. Песни достаточно короткие. За исключением последнего произведения. War of Peace. Ну, понятно, да? 68-й год. И вот это произведение, 10-минутное из нескольких частей. Прерываемое все время грохотом взрывов. Пулеметными очередями. И такое оно могучее, серьезное. Но при этом, в целом, музыка, как я уже сказал, такой саншайн, сайкоделик поп. Ну, поп. Не сочтите это поп-музыкой какой-то такой ля-ля-ля легкой. Нет, это такая... Ух, какой... Ух, какой... Хорошо читаемый джаз-рок. Я бы сказал, с налетом, как я уже сказал, там, психоделия, авангарда чуть-чуть местами и всего прочего. Второй пластинки Web у меня нет. А перед третьей пластинкой вот этот самый черный, замечательный вокалист Джон Уотсон ушел. И пришел вместо него Дэйв Лоусон, клавишник и вокалист, который все перевернул с ног на голову. Записали они вот эту пластинку, которая называется Ice Spider. Я паук. И тут уже заиграли абсолютно... Сейчас уже, можно сказать, классический британский серьезный джаз-рок. Очень близкий по музыке к группам Colosseum, к группе Atomic Rooster. Вот в этом направлении, примерно. Могл, трэш, там вот эти все истории. То есть просто вот такой прогрессив настоящий 70-го года. И те, кто собирают музыку таких направлений, ну, таких направлений, как там прогрессив, джаз-рок, да, фьюжн, там и проще, проще. Конечно, эту группу знают, любят, держат на полках и даже иногда слушают. Я слушаю нечасто, но раз в год где-то... обязательно, потому что очень интересная компания, очень интересная музыка. Песен здесь немного, как положено. На первой стороне их две. Первая называется «Концерт для пружинных матрасов». Что-то в этом роде. Мне трудно прочитать вот это английское название «пружинных матрасов» в одно слово. Это полотно больше 10 минут идёт. И когда оно начинается, такое ощущение, что слушаешь, ну, что-то среднее между проклхаром и кинг-римсом. С духовыми. С саксофоном, в смысле. Клавиши, барабаны, бас. Такой вот, я не знаю, там, периода второго альбома «Кримсон», наверное, вот такое что-то появляется. И так погружаешься в эту штуку, в голос Лоусона, где-то отдалённо местами, похожий на Лейка, но не похожий, он погрубее, немножко повзрослее такой, поплотнее. Очень хорошо всё сделал, интересно, необычные, нестандартные размеры, то есть обычные, обычные нестандартные размеры, скажем так, в клавишах, что роднит с тем же Атомик Рустер. Но Атомик Рустер, они всё-таки, при всём уважении, так сказать, к Винсенту Крейну, там какое-то метание между такой совсем серьёзной музыкой, экспериментальной, и попытками сделать поп-хиты, всё-таки какие-то радиохиты. Там «That was behind you», «Ride on», «Ride on», «Ride on». Вот это всё, такие обычные доходчивые мелодии. Здесь нифига никаких доходчивых мелодий нет, здесь сразу всё сложно, сразу всё в сторону, там «Gentle Giant», может быть, очень интересно. «Gentle Giant», «King Crimson», всё в одной куче. Но не похоже, опять-таки, это не эпигонство, не плагиат, это совершенно самостоятельная музыка, самодостаточная. И после вот этой первой части, такой мощной, вдруг раз, и джазовый кусок с саксофоном, очень лёгкий, прозрачный, воздушный. Меняется, естественно, размер, меняется ритм, всё меняется. И вот такие облака, 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 саксофон, хорошо, а потом фигак, и часть идёт просто классического рока, почти. Ну, за исключением того, что нет каких-то перегруженных гитар, рифов, риф на клавишах, и голос Лоусона меняет тембр, каким-то удивительным образом становится совсем жёстким, рычащим. И так, раз третья часть, четвёртая часть пошли в инструментальные уже истории, попели, и всё это, бах, кончилась песня такая, сюита для пружинных матрасов. Очень серьёзно. Вторая вещь, iSpider. Она ближе к классическому року, можно так сказать, но не в той степени, как у Atomic Rooster. Она, может быть, ближе к софт-машин. Простой достаточно риф, и аккордовая последовательность тоже такая легко читаемая. Но за счёт повторения вот этого рифа, за счёт многослойных клавишных таких историй, она гипнотизирует, погружаешься в неё, вот этот iSpider, поёт Лоусон очень таинственно, вообще таинственное произведение, тоже длинное, это минут восемь она где-то идёт, и замечательное соло на клавишах, чудесно. На второй стороне три вещи. Первая начинается совсем легко, совсем медленно, тихонечко, и думаешь, ну сейчас какая-то такая будет лирическая баллада. Но потом как вломили опять все, как вломили с саксофоном, и гитарное соло появилось здесь. Здесь, кстати говоря, состав изменился. Ушёл бас-гитарист вместе с вокалистом, и пришёл... И что же там, что-то там случилось. Короче говоря, да, бас-гитарист остался, а пришёл новый бас-гитарист, который играл ещё и на гитаре. Гитары здесь немного, но она присутствует, особенно вот на второй стороне, в первой вещи. Жёсткое, тяжеленное гитарное соло какое-то, не тяжеленное, в смысле зарубы, а по звуку так отстроен звук, что просто как будто каждая нота – это такое бревно небольшое, которое на тебя накатывается. После чего инструментальная композиция, на мой взгляд, самая интересная на этом альбоме. Это вот инструментальный кусок, вторая вещь на второй стороне. Там и барабанный кусочек, и перкуссионный кусочек, неожиданный очень, просто вот на ровном месте, что называется. Начинается традиционный английский джаз-рок тире прогрессив, опять-таки в стиле Кинг Римсон, где-то вот в эту сторону клоняешься. Потом вдруг перкуссионная такая пауза для всех, барабаны, и пошла другая совершенно история клавишная какая-то, которая отдалённо напоминает то, что играл Кит Эмерсон на альбоме Таркус. Инфинит, там что-то такое, да. Вот. Но я не уверен, что они вообще слышали друг друга, Эмерсон и Лоусон. Просто так получилось. Наверное, да. И третья вещь просто заключительная в альбоме. Божественная, красивая, очень сложная. Человек, кто любит джентл джайант, тебе получит огромное удовольствие. Очень всё здорово. На этом история не заканчивается, потому что группа вдруг поменяла название и выпустила следующий альбом под названием «Самурай». Группа стала называться «Самурай». И вот этот «Самурай» одно время был одним из моих любимых альбомов, если говорить о британском роке 70-х годов. Это очень похоже на «Софтмашин», но опять-таки не копирование «Софтмашин». Совсем «Софтмашин», там «Headfield and the North», можно вспомнить группу, можно вспомнить «Кентерберийский» и другие коллективы. Вот оттуда дыхание этой музыки. Но она гораздо сложнее. Она опять-таки, в ней нет поп-мелодий внятных, хороших. Она очень сложная мелодически, но очень прозрачная, очень такая с дыханием, да, как я уже говорил один раз. В общем, «Самурай» фактически последняя пластинка группы «Бэп». Очень советую все три. Одного альбома у меня нет, номер два. Но вот те, что я показал, это стоит того, чтобы хотя бы один раз их послушать. А лучше даже и не один, потому что вот эту пластинку «Ice Spider», когда слушаешь один раз, можно не проникнуться. А когда слушаешь второй, третий, четвертый, пятый, понимаешь, какая там музыкальная красивая история, сложная и умная, и интересная, и не для себя написанная, а для людей. Вот это важно. Музыка, она здесь не самовыражается, композитор для себя, между собой, а это все для людей сделано. Такой посыл есть, месседж, как говорится. В общем, я пошел пить. Это мой месседж. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok